Деньги любят тишину Вопрос возник в основном по ушным биркам, которые используют для идентификации молодняка крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, верблюдов и свиней. Ежегодно Министерство сельского хозяйства приобретает около 14 миллионов подобных бирок на сумму более 1 миллиарда тенге. Ушные бирки несут всю информацию о животном на протяжении всей его жизни. Уникальный номер животного наносится на бирку, которая не должна сниматься или перемещаться от животного к животному. Это как паспорт для человека. Бирка – очень важная вещь для идентификации животных. И это факт, который никто оспаривать не собирается. Нам лишь стало интересно, почему замена международного стандарта на казахстанский вызывает так много споров, и действительно ли многие переживают за качество продукции, или дело все же в коммерческом интересе определенных лиц. Дело в том, что в этом году Минсельхоз принимает решение изменить правила, а если сказать точнее, уравнять потенциальных поставщиков выше указанной продукции. Ранее страна закупала ушные бирки, произведенные исключительно по международному стандарту ICAR – Международного комитета по ведению записей о животных, центральный офис которого базируется в Риме. Вот и шумят теперь некоторые предприниматели, в основном представители Мясного союза Казахстана. По сути, шумят в данный момент представители одной компании. Называется она The Town Development. Базируется она в столице страны и занимается производством ушных бирок. Шумят предприниматели не просто так. После введения новых правил конкуренция обострится и, возможно, сократятся доходы. А конкурировать, видимо, совсем не хочется. Монополистам быть гораздо выгоднее. Впрочем, обо всем по порядку. На сегодняшний день то The Town Development – единственный представитель от Казахстана Вайкар. Ассоциированным членом компания стала в 2014 году. А уже в 2015 совершенно случайно меняется законодательство Казахстана, в котором прописывается, что поставляться в страну могут бирки исключительно от компании, которая входит в Вайкар. В то время министром сельского хозяйства был Аслжан Мамыдбеков. В данный момент он председатель правления Мясного союза Казахстана, чьи представители больше всего недовольны новшествами Минсельхоза. Никаких параллелей здесь мы не ищем. Любые совпадения, конечно же, совершенно случайны. С 2015 года компания единолично выигрывает конкурсы на поставку ушных бирок. И все за счет той самой поправки, согласно которой поставщик должен быть причастен к Айкару. Цены варьируются с каждым годом – 105, 95, 70 и даже 65 тенге, видимо, в зависимости от количества бирок. Но суммы все равно приличные, да и условия шикарные. Конкурентов нет, прибыль обеспечена. Впрочем, как говорят сами фермеры, качество поставляемых в Казахстан бирок не всегда выдерживает критики. Кто-то говорит о браке 30% товара, кто-то о 50%. А ведь это вопрос крайне серьезный, так как срыв идентификации молодняка может привести к созданию риска возникновения неконтролируемой эпизоотической ситуации в стране. В этом году конкурс на поставку ушных бирок вновь выиграла компания Zetao Development. Первую поставку товара должны были осуществить еще в апреле, однако товара до сих пор нет. Вместо этого компания предпочла обратиться в суд, не согласившись с результатами конкурса. Видимо, 653 миллиона тенге не та сумма, на которую рассчитывал столичный производитель. Но страдает при этом фермер и АПК страны. Так, о чем больше беспокоятся представители поставщика? О прибыли или проблемах Казахстана? К слову, в текущем году за бирки для МРС и свиней компания предложила всего 35 тенге. Бирки для КРС и верблюдов обошлись 54 тенге, 73 тен. Получается, что конкуренция позволила сэкономить более 400 миллионов тенге. А теперь вопрос, почему раньше экономить не старались и не в этом ли причина всего шума? Стоит отметить, что сертификат Айкар дается на 5 лет, и для его получения в Италию отправляется 200 экземпляров продукции. Как в последующем проверяется качество товара – большой вопрос. И проверяется ли он вообще? Согласитесь, любой производитель может очень постараться сделать 200 ушных бирок, которые соответствуют любым самым высоким критериям. А в последующем 14 миллионов бирок делать уже качеством пониже. Но это лишь предположение. Мы-то знаем, что казахстанские бирки – самые лучшие бирки в мире. В распоряжении редакции программы «Наше дело» оказалось интересное видео, на котором, скорее всего, китаец демонстрирует продукцию, на которой видна наклейка компании «Зитаун Девелопмент». При этом китаец демонстрирует достаточно большой ассортимент и, скорее всего, приглашает к сотрудничеству. Возникает несколько вопросов. Где в итоге производится продукция ТО «Зитаун Девелопмент», что образцы казахстанской компании делают у китайских производителей? Есть подозрение, что китайцы рассматривают казахстанский продукт как эталон, к которому стоит стремиться. Других вариантов у нас просто нет. Не может же казахстанский шприц или ушная бирка производиться не в Казахстане. Это просто немыслимо. В общем, вопросов достаточно много. И один из них самый главный. Если компания много лет работает и производит действительно качественную продукцию, то зачем ей переживать о стандартах, которым она соответствует уже много лет? Против могут быть лишь те, кто лишается сверхприбыли и совсем не заинтересован в том, чтобы государство экономило сотни миллионов тенге. Но таких бессовестных людей в Казахстане нет. У нас все делается в интересах государства. Наверное, сегодня уже можно сказать, что мир привык к ковиду, привык находить выходы из различных ситуаций, будь то вакцинация или удаленный заработок. Но есть те, кого ограничительные меры бьют не только по кошельку, но и по желанию работать. О том, почему общепиту достается больше всего проблем, и о том, на какие жертвы готов сегодня пойти бизнес-сферы обслуживания, расскажем в следующем материале. В Казахстане порядка 10% заведений общественного питания уже закрылись. На подходе еще 20%. Причем со статьей «Банкрот» и долгами от 8 миллионов тенге и выше. Такие цифры нам привела советник-председатель Ассоциации общественного питания нашей страны. По словам Вероники Нурпиисовой, в казахстанской сфере общественного питания уже давно появился кадровый голод, а уходить начали люди из сферы не по своему желанию. Работодателям приходится сокращать и заработную плату, и часы работы. Все дело в ограничительных мерах. С 3 июля было постановление главного государственного санитарного врача господина Киясова, в котором четко был прописан алгоритм по программе ОШИК, а также время работы. Но на самом деле на сегодняшний день главные санитарные врачи городов и областей постоянно ухудшают ситуацию по программе ОШИК. Поэтому мы просим для нас, для добропорядочных бизнесменов, разрешить работать по программе ОШИК согласно постановлению номер 27 от 3 июля до 2 часов ночи, для того, чтобы мы могли сохранить свои позиции. Почему только для лидеров мы просим? Потому что остальные будут тянуться к лидерам, соблюдать чистое окружение, прививать свой персонал и работать, стараться в программе ОШИК, чтобы чекинили своих гостей. По мнению Вероники Нурпиесовой, программа ОШИК – это своего рода буфер, благодаря которому люди со статусами красный и желтый не могут попасть в заведение. Проблемы в этой области появились именно после того, как к программе подключили базары и торгово-развлекательные центры. И бизнес общепита просит взять это во внимание. Еще один момент. Как мы знаем, теперь рестораны и кафе работают с 7 часов утра и до полудня. Мы тоже этого понять не можем. Видимо, у нас коронавирус очень интеллигентный, выходит категорически после 12 часов дня теперь. Раньше он ночной у нас был, выходил только после 8 вечера. Сейчас уже днем. И входит только в заведение общественного питания. То, что творится в автобусах, в поликлиниках, в больницах, на базарах, это никого не волнует. А вот именно то, что творится в общественном питании, это очень страшно. Мы на самом деле не понимаем, почему так происходит. Почему именно общественное питание, наша сфера является одной из самых крупных сфер в плане того, что у нас очень много задействовано рабочего персонала. У нас на самом деле самая крупная сфера, что у нас в нашей сфере это 80 тысяч объектов общественного питания, это тоже очень много. Поэтому логику понять здесь очень сложно. Что странно, санитарный врач страны говорит об одних ограничительных мерах, а санврачи в областях и городах усиливают их, при этом делают это так, что бизнесу здесь проще получить статус банкрота. Очень жаль, что в таких крупных городах, как Алматы, Шимкент и Атерао, бизнес ощущает на себе больше всего эти проблемы, так как именно в этих городах уже закрываются кафе и рестораны. Сами рестораторы говорят, что при таких усилениях и работе до 12 часов дня лучше вообще не открываться, потому что расходов больше. Взять, к примеру, ту же заработную плату сотрудников. Человек вышел, плати. Также есть и коммунальные услуги, и аренда. Вот и возникает вопрос. Вы ставите бизнес на колени, пытаясь позаботиться о нем? У нас сокращение товарооборотов на 70%, в регионах даже есть 80%. Очень резко снизилось, потому что, вы понимаете, до 8 работать у нас практически невозможно. Так как мы представлены по всему Казахстану, сейчас столица, у нас работа по ОШКУ возможна только до 17.00. Это процентов 20 товарооборотов. Фактически, можно сказать, мы банкроты. Банкроты. Ежедневно мы минусуем на очень большие крупные суммы каждый день. Потому что мы персонал уменьшить количество не можем, потому что обеденная посадка еще как-то более-менее проходит. По словам Гульбану Майгарина, здесь бизнесу помогает только национальная палата. Совместно они обращаются во все государственные органы и отправляют письма. Но пока никакой ответной реакции нет. На сегодняшний день сфера общепита просит только одного – дать работать по программе ОШКУ, по той программе, которая была одобрена самим же государством. Мы надеемся, что в ближайшее время, хотя бы на этой неделе, какое-то решение правительство примет и даст нам какие-то алгоритмы введения деятельности. Если нас ограничат, нам дадут какие-то преференции. Мы даже готовы принять локдаун. Почему? Потому что те ограничения, которые сегодня ввели, они – это прямое банкротство. Если хотя бы внедрят локдаун, мы сможем просить тех же арендодателей какие-то скидки, может быть, даже полную отмену, как в прошлом году было. Персонал у нас какие-то получит субсидии, может, какие-то там пособия. Мы на это надеемся. Во всяком случае, люди, хотя бы тот же персонал поймут, что это вынужденная мера, и не от нас это зависит. На сегодняшний день это выглядит так, что мы их просто сами собственноручно отправляем домой, потому что нам так этого хочется. Им объяснить это невозможно. Люди уходят, уходят из профессии. Мы ни в коем случае не осуждаем принятые меры и решения по усилению ограничительных мер. Мы также говорим о важности сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки. Но есть очень много нюансов, на которые указывает бизнес, и на которые следует обратить внимание. Мы неоднократно уже спрашивали на совещаниях, когда это закончится. То есть, ну, если раньше нам говорили прогноз, условно говоря, там, две недели потерпите, четыре недели потерпите, а сейчас мы даже примерно не знаем, когда все это закончится. Мы не знаем, что делать дальше. Вот поэтому мы обращаемся к правительству, поэтому мы обращаемся к президенту нашей страны, чтобы нам сказали, что делать дальше. Либо нас закрывают на полный локдаун с преференциями, либо же нам дают работать по программе АШИК. Надо понимать, что нам делать дальше. На самом деле, потому что, когда собственник заведения до пандемии имел штат, условно, там, 50-70 человек, а сейчас у него штат 10-12 человек, и несмотря на все это, ему нужно объяснить персоналу, который спрашивает, для чего мы вакцинировались, зачем мы вводили эту программу АШИК? Зачем мы теряли столько гостей на входе, когда люди не хотели чекиниться? Вот для чего это все было? Мы хотим точно так же ответы на эти вопросы, потому что мы их не видим и не слышим, не знаем. Кто может помочь? Наверное, только правительству? Принять правильное решение, дать нормальные алгоритмы, как нам из этой ситуации выходить. Не просто сказать «нельзя, нельзя, нельзя», как сейчас. Там у нас только запрещено ведение деятельности вот так, вот так, вот так. А как нам это сделать? Дайте нам инструменты в руки, и мы все сделаем. Ну или закройте нас, мы это тоже сделаем. Посидим дома. Нам действительно сегодня, по тем решениям, которые сегодня есть, когда суббота, воскресенье вообще выходной, то, что разрешили доставку, то можно сказать, что это выходной. Мне, например, лично я знаю, что мне дешевле не работать, потому что мы доставкой не закроем все расходы, мне дешевле людей отправить отдыхать дома, пересидеть. То нам дешевле действительно сказать, что закройтесь, и мы посидим дома. Это будет нам гораздо дешевле заморозить бизнес на сегодняшний день. Даже с учетом того, что это тоже, даже замораживание бизнеса, это тоже будет стоить денег. В любом случае, коммунальный никто не отменял. Какие-то наши налоговые платежи тоже. Кому станет легче, если число банкротов в нашей стране увеличится? Большой вопрос. Да, бизнес терпит сегодня многое, но зачем подводить к тому, чтобы само желание работать отбивалось? И может, пора принимать обдуманные решения? Парадоксов в нашей жизни достаточно много, но абсурда, как выясняется, гораздо большим. Причем авторы того самого абсурда не чудаки или изобретатели, а по большей части государственные служащие. Как Акимов умудряется чудить в своих владениях, расскажем в следующем материале. Компания «Кублей» – одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Казахстана. Основана в далеком 1992 году. Базируется в городе Уральске. Все эти годы оно работало без сбоев, завоевывало рынок и любовь потребителей. Но в 2020 году начались непонятные действия на соседних участках, а затем и в санитарно-защитной зоне самого завода. Как ни странно, в недопустимой близости началось строительство жилых домов. В связи с чем мы сразу же обратились к заказчику строительства о предоставлении каких-либо разрешительных документов на строительство жилых домов в промышленной зоне города Уральска и в санитарно-защитной зоне консервного завода. Как всем известно, санитарно-защитная зона консервного завода составляет не менее 100 метров. Это предусмотрено санитарными правилами. Увидев то, что жилые дома планируют строить на уровне, как мы видим, 42 метра, 82 метра, 68 метров, мы видели, что они заступают на санитарную защитную зону, мы сразу же обратились к заказчику строительства о представлении каких-либо разрешительных документов на строительство жилых домов. Но, не получив внятного ответа, мы тут же обратились в Акимат города Уральска, в прокуратуру города Уральска, в Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области о проведении проверки на законность строительства жилых домов на производственной зоне, санитарно-защитной зоне консервного завода. На что нам поступил ответ о том, что сейчас введен мораторий, указом президента и проведение проверки в отношении малого и среднего бизнеса запрещено. Чиновники у нас умеют повернуть дело так, как им необходимо. В нужный момент даже свои не совсем логичные действия или бездействия оправдают за счет указа президента. Якобы бизнес проверять нельзя. Но почему политика тогда уж слишком избирательная? Акимат города Уральска, в свою очередь, ответила о том, что у них утвержден план детальной планировки размещения жилых домов и все в норме. Мы, конечно же, понимая, что здесь идет нарушение законодательства РК, обратились за защитой своих прав в суд. В июле 2020 года. По результатам судебного разбирательства, 28 декабря 2020 года судебная коллегия по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда вынесла постановление суда, удовлетворив наши требования и признав постановление Акимата города Уральска о плане детальной планировки и изменения целевого назначения с производственной жилую незаконными. И также признала действие бездействия Акимата по неосуществлению контроля за строительством жилых домов в производственной зоне города Уральска. Данное постановление сразу же вступило в законную силу. В ходе судебного разбирательства также выяснилось о том, что земельный участок, на котором ведется строительство, было приобретено только в марте 2020 года у прежнего хозяина ТОАЗИ Техстрой. Также было выяснено о том, что в июне 2020 года ГАСК проводил проверку, где выдал предписание ИП Ирменуэ о том, что необходимо приостановить строительство жилых домов, поскольку строительство велось без каких-либо разрешительных документов. И необходимо было устранить данные нарушения и прекратить строительство. Однако строительство продолжалось, со стороны государственных органов не проводилась проверка по исполнению данного предписания. Картина маслом. Весь мир, в том числе Казахстан, борется с пандемией, а в Уральске предприимчивый застройщик с неимоверной скоростью строит новое жилье. Видимо, для тех, кто пандемию переживет. При этом Акимат реагировать на незаконное строительство не спешит. Аким, скорее всего, занят все той же пандемией, параллельно прикрываясь поручением президента, что МСБ страны излишними проверками не кошмарить. Мы увидели, что в январе 2021 года продолжается строительство жилых домов. Мы сразу же обратились в ГАСК в январе, в феврале, в марте 2021 года. Мы обращались в ГАСК и просили приостановить строительство на производственной зоне, так как имеется уже вступившее в закон решение суда. Однако ГАСК не принимал каких-либо действий и отказывал нам в проведении проверки. Весь чем мы обратились в Комитет по строительству, по делам строительства МИР и РК, где установили, что действительно строительство ведется на производственной зоне, необходимо остановить строительство. Выявлен ряд нарушений. Также было выявлено, что разрешение на строительство было выдано только в январе, 26 января 2021 года и 3 февраля 2021 года были выданы разрешения на строительство 3-го и 4-го дома. А разрешение на строительство 1-го и 2-го дома были выданы только в сентябре и в ноябре 2020 года. То есть после фактического возведения жилых домов. О чем и об этом также сказано в решении суда. Джекпот по-казахстански строить там, где нельзя и получить разрешение на строительство только после того, как какой-то объект уже построен. Семь ли так можно? Слава Всевышнему, нет. Но у кого-то прав больше, чем у обычных граждан. И, видимо, в Уральске так как закон джунглей. Сказали, строить можно даже без документов. А Батшин и Беков, что же у вас в городе все как-то уж слишком топорно и в разрез законодательству страны? Несмотря на вступившую в законную силу решение суда, Акимат города Уральска 9 июля 2021 года утверждает вновь план детальной планировки размещения данных жилых домов в производственной зоне, в санитарно-защитной зоне консервного завода. А вместо консервного завода размещает сквер с фонтаном и брусчаткой. Получается, производственный объект они планируют снести под ноль и установив фонтан и брусчатку. Далее мы обратились в Акимат города Уральска. После чего 16 июля 2021 года Акимат города Уральска отменил данное постановление, основываясь на решении суда. Но, несмотря на это, 14 июля 2021 года земельная комиссия провела заседание и приняла положительное решение об изменении целевого назначения земельного участка. Однако 16 июля 2021 года Акимат города Уральска отказал ИП Ирменовой об изменении целевого назначения земельного участка с производственной зоны на жилую. Таким образом, в результате бездействия и неправомерных действий государственных органов застройщика на сегодняшний день на производственной зоне размещены жилые дома. Качели вокруг указанного земельного участка продолжаются до сих пор. Акимат меняет назначение земли чаще, чем санитарные врачи свои постановления. Ведь проблемы возникают не только у завода, но и у тех жильцов, которые вложились в свои новые квартиры, но не были предупреждены о том, что они изначально проблемные. Масштаб фантастического маразма со стороны городского Акимата зашкаливает. А значит, я могу позволить себе нечто экстраординарное. Аким города Уральска, Батшин и Беков. Я вызываю вас на дебаты именно по данному вопросу. Давайте обсудим и решим, кто же все-таки виноват в том, что работающий не один год предприятие вынуждено отбиваться от нападок уполномоченных органов, а люди, вложившие собственные средства в квартиры, оказываются втянуты в судебные разбирательства. Сдюжите, буду рад. Нет, так и запишем. Хотя дебаты предлагаю провести исключительно в прямом эфире. Абат Абайевич, слабо? Существует устоявшаяся фраза, что деньги любят тишину. Но если у вашего бизнеса вдруг возникают проблемы, то это уже наше дело. Обращайтесь.